Процесс пошел. Еврокомиссия сообщила о введении мер против стран Вашеградской четверки, которые отказываются принимать мигрантов. Венгрия, Польша и Чехия попали под так называемую процедуру заморозки. Грозит ли раскол западной и восточной части Евросоюза? С подробностями Елена Абрамович. Для него эти несколько дней были весьма непростыми, признался еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос. И рассказал журналистам о решении, к которому пришла Еврокомиссия. Наказать тех, кто не выполняет решение Евросоюза о распределении мигрантов. Размещение мигрантов это не выбор. Это не только моральный шаг, а законное решение, принятое коллективно, с правовыми обязательствами. И выполнять его нужно коллективно, без исключений. Мы много говорили, и теперь пришло время действовать. Мне жаль, но мы решили запустить процедуру заморозки против Чехии, Венгрии и Польши. Страны Вышеградской четверки, согласно квотам, должны были принять 11 тысяч беженцев, а приняли всего 28 человек. Словакия из них забрала 16 и не попала под санкции. Чехия 12, но ее накажут, так как на прошлой неделе правительство страны заявило, что больше не хочет иметь дело с мигрантскими квотами. Страны Вышеградской четверки одна за другой идут в Европейский суд, так как уверены, решение ЕС подрывает внутреннюю безопасность государств. У нас есть все аргументы, и мы руководствуемся здравым смыслом, в отличие от наших партнеров из других стран, которые демонстрируют идеологическую неуверенность. Никакой угрозы мигранты не несут, так как до распределения проходят проверку, и у них снимают отпечатки пальцев, заверили в Еврокомиссии. Но для четверки это не аргументы. Более того, венгерский премьер Виктор Орбан обвинил Брюссель в пособничестве терроризму. Впрочем, разговор между Будапештом и Брюсселем напряженный уже давно. Еще в марте Орбан призвал граждан остановить Евросоюз и начал строить заборы на границах омигрантов, селить в закрытые лагеря. В ответ его грозились исключить из Европейской народной партии, самой влиятельной политсилы в ЕС, а Европарламент проголосовал за санкции против Венгрии. Недопонимание также между Брюсселем и Варшавой, которая с одной стороны против так называемой политики разных скоростей, а с другой не хочет разделять обязательства. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, Брюссель. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.